Верное воскресенье Верное воскресенье На протяжении всех веков истории человечества Людей всегда воловал один особый вопрос Вопрос жизни и вопрос смерти Этот вопрос воловал и жители города Иерусалима И вдруг весь город облетел известие Что вот тот известный незнакомец Из Назарета Воскресил своего мертвого друга Лазаря Через четыре дня был в погребальных пещерах И уже начал издавать зловоние И тогда все почувствовали и поняли Что это и есть Тот долгожданный мессия Ибо он смерть победил Он выше смерти И народ выходил на улицу Чтобы увидеть Кто же это тот Мессия Во врата этого города входило много Сильных мира сего Они въезжали на своих боевых колесницах В окружении воинов Но это был особый въезд Это был триумф Христос въезжал на молодом осленке В окружении простых рыбаков Это еще больше возбуждало народ Который кричал Осанна вышних Благословен гряды его имя Господне Спасение свыше пришло Народ От ноги осленка бросал одежду Стрел в ветви Вай Дети с визгом и радостью Въезжали и окружили Кто-то толку И лишь в злобе и ненависти Книжики, фарисеи, судукеи Молча уступали дорогу Христу Народ в таком был возбуждении И радости, и восторге Наконец они стали свидетелями Въезд в их город Неси царя Но Христос Смотрел на город Иерусалим И с глазами утекли медленно слезы Он не разделял вот это возбуждение толпы Ибо он знал Что так непостоянно эта толпа Если сейчас они кричат Ассанна Не пройдет и пяти дней Которая вот эта вот Безумная Кровожадная Тупая толпа Будет кричать Распни его Вот этого мессию Не тот Не тот мессию Не тот царь И когда Пилат приложит им выбор Вараву Или Христа 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 Хотел видеть его смерть и муки На кресте О чем плакал Христос Что трогало его сердце Какое горе и ужас он предвидел Он прозревал время Он видел грядущий апокалипсис Он видел Как вот этот народ так изменчив Будет жаждать его смерти Он осмотрел на красоту города Иерусалима И знал Не пройдет совсем много времени И от этого города Красивейшего города мира Не останется камня на камне Иосиф Флавий описывает историк Римский император Тит Вместе с полководцем и спастианом Не оставит камня на камне этого города И деревянной сокой Пройдут по городу Иерусалиму Крестом Пропахают Он видел Иуду Который его предаст А сколько таких Иуд За двадцать веков Будут предавать лучших сынов и дочерей Этого мира Он видел Он видел Как пилат Будут вать руки А сколько таких пилатов Будут омать руки в крови Мучеников За Христа Он видел Нерона А сколько таких тиранов Неронов Миллионы будут уничтожать Лучший сынов и дочерей Этой жизни Этого мира Он видел Как будут Взрывать храмы И это вот Камни Распадающие Будут оседать На дух и души нации Он видел Грядущий апокалипсис Возможно Он видел И те Костры инквизиции В котором Будут гореть Иконы Иконостасы Люди Храмы Вот это Ужас Огня Последнего дня Христос Шел умирать Чтобы даровать Нам жизнь Христос Хотел Чтобы Посеет дыхание На кресте Вдохнуло Легкие Воздух Вечности В легкие Этого мира Тайдется богослужения, мы будем реально участвовать на тайной вечере, где Христос принесет в свою плоть и кровь. «Педкушайте мою плоть, пейте мою кровь, это залог вечной жизни». Он умает ноги своим ученикам в знак примера. Хочешь ли быть выше? Смиряйся. Мы увидим, как Иуда будет его целовать, и целование будет его предавать. Будем присутствовать на страстях Христа. Мы увидим его плащаницу, на которой будет лежать бездыханное тело Христа. А церковь будет петь «Домолчи всяко плод человече». Мы участвуем во всей этой вот духовном на репословии жизни. И мы уйдем за Христом. И мы пройдемся это вместе с Ним. Но и вместе с Ним взойдем на свой крест и на свою Голгофу. И вот только с этого самого ужаса мы можем укусить радость светлого Христового воскресения и быть причастниками вечной трапезы на обращенном пире Царства Небесного. Аминь. Я всех поздравляю с праздником. Впереди страстная седмица и постепенно все более и более печаль, крест и Голгофа, покаяние будет сменяться радостным возрастом. Возрастом. Ведь Он воскрес. А значит и мы вместе с Ним воскресем. Будьте все Богом хранимы. Все, кто причащался, желаю всем душевного спасения, телесного здравия, мудрости. Где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, какого бы ни вели образ жизни, никогда не будем забывать, что мы верующие люди, что мы должны быть такими христианами, чтобы люди видели не нашу внешнюю оболочку, а живу Христа в живом нашем сердце, живым нашим образом жизни. И так все Господь управит. И так говорил апостол Павел, для меня только смерть – это в радость, потому что это встреча с Богом. Аминь. Будьте Богом хранимы. Простите меня. Субтитры сделал DimaTorzok